Пожалуйста, уважаемые коллеги, позвольте поблагодарить за приглашение на столь значимый форум и поделиться опытом у Института Герцена в хирургическом лечении забрюшенных сарком. Мы попытались разобраться в вопросе целесообразности циторедуктивных операций, как сказал предыдущий докладчик, распространенность забрюшенных опухолей зачастую предполагает выполнение больших операций, и они всегда оказываются радикальными. По данным литературы мы знаем, что порядка 60% хирургических вмешательств при забрюшенных саркому носят радикальный характер. Получается, что 50%, а остальная половина – это операции циторедуктивные. К настоящему моменту проводится поиск дополнительных методов, которые улучшают результаты хирургического лечения. Как опции используются дополнительные методы, такие как химиотерапия, лучевая терапия, различные варианты лучевой терапии, интероперационные, одевантные режимы и так далее. Мы условно для себя выделили несколько вариантов циторедуктивных операций при забрюшенных опухолях. Это операции, когда опухоль занимает значительный объем брюшной полости, вовлекает внутренние органы и магистральные сосуды. Такие ситуации часто встречаются при липосаркомах, лемиосаркомах, плеоморфных саркомах. Это циторедуктивные операции при так называемых мультифокальных опухолях. Такие ситуации чаще наблюдаются при миксоидной, круглоклеточной липосаркоме, плеоморфной саркоме. Это могут быть многократные операции по поводу повторных рецидивов при липосаркомах, лемиосаркомах. Это обсуждается вопрос также целесообразности удаления гематогенных олигометастазов. Обсуждается целесообразность хирургии при десмоидных забрюшинных опухолях. Также большой вопрос вызывает ситуации, когда мы сталкиваемся с эквивалентом перитониального канцерматоза. При саркомах это саркоматоз, когда вся брюшная полость поражена множественными метастазами. Как сказал в начале и предыдущий спикер, большинство этих операций носит мультивисцеральный характер. Выполняются массивные операции с включением в объем хирургии соседних органов. По нашим данным, эти данные перекликаются с данными мировой литературы. В основном приходится вмешиваться на ободочной кишке. Часто вовлекается в процесс почка. Ну и такой ключевой момент – это именно магистральные сосуды. Это та ситуация, которая может ограничивать хирурга в выполнении радикальной операции. Мы попытались на нескольких таких моделях разобрать целесообразность выполнения циторедуктивных операций. Ни для кого не секрет, что мы зачастую имеем дело с такими ситуациями, когда пациенты к нам поступают уже в таком плачевном состоянии. Наиболее часто встречающаяся форма забрюшинных сарком – это липосаркома. Источником липосаркома является, как правило, клетчатка паранефрии, латеральный канал, брыжейки толстой или тонкой кишки. И липосаркома характеризуется очень высокой частотой развития послеоперационных рецидивов, даже при, казалось бы, радикальной операции. И липосаркома практически никогда не метастазирует. Кроме этого, вопрос мультицентричности зачатков в настоящее время обсуждается и является дискутабельным. Основными причинами рецидивирования липосаркома является отсутствие капсулы опухоли, склонность ее к инфильтративному росту, мультицентричность зачатков и нерадикальные операции. Многие клиники, которые занимаются саркомами, в настоящее время проводят поиск улучшения результатов хирургического лечения. И в настоящий момент, по нашему мнению, все-таки, мое предпочтение отдаем максимально агрессивной хирургии. И вот мы сторонники выполнения расширенных комбинированных вмешательств при забрешенных опухолях. Также большое значение имеет, безусловно, контроль, морфологический контроль краев резекции, интероперационная маркировка ложи опухоли, если мы предполагаем послеоперационное облучение. И ведется поиск дополнительных методов локального контроля. Это различные режимы лучевой терапии, новые методы. Мы в нашем институте разработали методику фотодинамической терапии при забрешенных саркомах. В настоящее время мы получили патент, и эта работа продолжается. По мировым данным также ведется поиск улучшения вариантов хирургического лечения в плане подключения дополнительных методов. Вот большое исследование азиатских коллег об эффективности послеоперационной лучевой терапии, которая улучшает и локальный контроль, и безрецидивную выживаемость, и общую выживаемость при забрешенных опухолях. Также обсуждается вопрос в плане мультифокальности роста липосаркомы. И вот датская группа провела генетическое исследование, в котором оценивалась колональность этих очагов липосаркомы. И выяснилось, что на основании сложных генетических исследований выяснилось, что у половины пациентов эти множественные очаги имели метастатический характер, а у другой половины пациентов эти очаги имели мультифокальный характер роста. Таким образом, данное исследование положило перспективу в развитие выяснения этой причины, и, возможно, дифференциальный диагноз между мультифокальной метастатической природой и миксоидной липосаркомы может иметь значение при выборе лечебной тактики. Также мы выполняем повторные операции при рецидивных саркомах. Известно, что эти операции обоснованы с онкологических позиций, и выживаемость даже при множественных повторных операциях сопоставима с выживаемостью у пациентов при первичной опухоли. Например, у нас есть пациент, которого мы оперировали длительное время, он перенес 9 операций по поводу упорного рецидивирования липосаркомы. Его продолжительная жизнь составила 13 лет после старта лечения. Большой вопрос вызывает целесообразность выполнения циторедуктивных операций, когда опухоль невозможно удалить полностью. Следует ли проводить у таких пациентов так называемый дебалкинг операции, когда мы удаляем заведомо не всю опухоль? Ну вот анализ литературы, поиск не привел к однозначному ответу. Мне удалось найти только одну работу, которая показывает эффективность выполнения таких операций только у пациентов с G1. В этом случае, если это высоко дифференцированные опухоли, тогда можно попытаться выполнить такую дебалкинг операцию. Это наши результаты. 110 операций при липосаркомах, R0 резекция 92%, осложнение 11%, летальность 4,5%. Большинство операций носят комбинированный характер. Естественно, это ободочная кишка, почка и магистральные сосуды. Пятилетняя выживаемость 76%. Мы являемся сторонниками так называемых нефрозберегающих операций, концепции нефрозберегающих операций, поскольку удаление почки значительно повышает риск развития почечной недостаточности. В раннем и отдаленном послеоперационном периоде выполнение нефректомии не предупреждает развитие рецидива вложи в удаленные почки. Существует вероятность развития рецидива опухоли на контрлатеральной стороне с увеличением оставшейся почки. Кроме того, нефректомия ограничивает возможность проведения химиотерапии и некоторых диагностических манипуляций. Это клинический пример. Мы выполняем тотальное удаление всей забрюшинной клетчатки на стороне поражения в едином блоке с опухолью и проводим прецизионное выделение всех сосудистых структур ворот почки. Тем самым мы надеемся на снижение вероятности рецидива в этой области, поскольку мы удаляем весь субстрат, из которого растет опухоль. Лемиосаркомы – это вторая по распространенности гистологическая форма забрюшинных опухолей. Источником лемиосаркома могут быть гладкомышечные структуры, сосудистые ткани, стенки мышечной трубки или эктопированные элементы. По некоторым данным, лемиосаркомы часто растут из стенки нижней пола и вены. Местный рецидив до 50%, высокоагрессивные опухоли, как правило, могут расти тоже несколькими зачатками, агрессивно метастазируют гематогенно и лимфогенно. Это наши данные, мы проанализировали этих пациентов, и они тоже перекликаются с данными мировой литературы, что степень агрессивности опухолей зависит, естественно, от критерия G, и при высокозлокачественных опухолях, естественно, мы имеем большую частоту метастазирования в лимфатические узлы, гематогенное метастазирование, имеем инвазию окружающих структур и опухолевые эмболы. Также, так сказать, пример аналогичного подхода в азиатских клиниках, тоже, естественно, как бы выживаемость зависит от радикализма операции, и здесь вот анализ был именно с вовлечением магистральных сосудов, что R0 операции с резекцией магистральных сосудов. Клинический пример – молодая девочка с огромной забрюшиной леемью саркомой, которая вовлекала практически все органы брюшной полости. Нам пришлось оперировать из комбинированного доступа, с пересечением реберной дуги, вхождением в плевральную полость, был вовлечен и желудок, и черепный ствол, и аорта, и почка, и пищевод. Большой объем операции нам пришлось выполнить со скелетированием аорты, с выделением почечных сосудов, с резекцией нижней полой вены, с максимальной резекцией желудка, с пластикой пищевода. И, так сказать, мы, несмотря на то, что, как нам показалось, ну, операция продолжалась более 11 часов, но, как нам показалось, мы выполнили максимально радикальную операцию, но, тем не менее, так сказать, мы не питали иллюзии, мы расценили операцию как R1, и действительно, через 6 месяцев у этой девушки развился рецидив, по поводу чего мы ее уже дальше лечили консервативно. Другая пациентка – это забрюшенная лемиосаркома G3 с вовлечением нижней полой вены на уровне впадения почечных вен. Мы ее, конечно же, лечили комбинированным методом, мы, естественно, провели неодевантную химиотерапию, потом ее взяли на операцию, действительно, увидели эффект, опухоль уменьшилась. Нам пришлось есть, да, вот эта интероперационная картинка, опухоль как раз, так сказать, в месте впадения почечных вен. Мы надеялись на коллатерали, мы хотели перевязать почечную вену, но интероперационная ситуация нас заставила выполнить сложную такую реконструкцию. Нам пришлось спротезировать, то есть, получается, три сегмента нижней полой вены, фактически от печени до подвздошных сосудов с протезированием левой почечной вены и с вшиванием правой почечной вены в протез. Это вот послеоперационные картинки КТ. Вот мы видим, что опухоль действительно насквозь прорастает стенкам нижней полой вены и устья почечных вен, и кровоток в протезе. Эта девушка благополучно выписалась, у нее сейчас все хорошо. Большой вопрос вызывает, нужно ли, так сказать, оперировать этих пациентов при наличии гематогенных метастазов. Ну, некоторые работы говорят о том, что да, это возможно. Это наши результаты, в принципе, ну, они сопоставимы с мировыми данными. Плеамортная саркома – крайне агрессивное заболевание, тоже, так сказать, много вопросов в плане хирургии, нужно или не нужно оперировать, часто метастазируют, часто рецидивируют, крайне агрессивное течение. И по нашему мнению, так сказать, вопрос лежит не только в плоскости хирургии, здесь нужно применять дополнительные методы. И вот десмоидной фибромой мы ими занимаемся достаточно давно, но у нас центр по лечению десмоидных фибром в институте создан, функционирует достаточно давно, тоже нужно или не нужно оперировать десмоидные, забрюшенные десмоидные фибромы. Мы считаем нужно, когда они являются симптомными. В основном эти опухоли, они растут инфильтративно, без четких контуров, они, как правило, первично вовлекают магистральные сосуды, чаще всего они вовлекают вот именно мезонтериальные сосуды, что является часто противопоказанием к хирургическому лечению. Наши результаты тоже, они, в принципе, скромные, можно сказать. Но тоже вопрос лежит не только в плоскости хирургии. То же самое при забрюшенных десмоидах. Мы выполняем различные операции, мультивестеральные, с резекцией сосудов. И вопрос в плане применения хайпек при саркоматозе. Ну вот, как бы известный, так сказать, ментор, можно сказать, циториодуктивной хирургии, Пол Шугебейкер, он также анализировал этот вопрос и пришел к выводу, что в некоторых ситуациях, в общем, это возможно. И основная модель для выполнения этой техники – это десмопластические мелкокруглоклеточные опухоли, достаточно агрессивные, при которых эта модель работает. И вот у нас тоже было несколько наблюдений, когда мы выполняли такие большие операции именно с хайпеком и получали результаты. Ну и вот заключение, циториодуктивные операции при массивных местно распространенных опухолях, а также рецидивах опухолей не приводят к излечению больных, однако позволяют обеспечить длительный, это могут быть месяцы, годы, безрецидивный период и даже добиться 5-10-летней выживаемости. Для обеспечения локального контроля необходимо более активное использование дополнительных методов лечения, в частности, адвивантной лучевой терапии, простите. Возможности хирургического метода значительно ограничены при лечении ряда высокозлокачественных форм саркомбрюшной полости. В стандарты лечения требуется включать лекарственный компонент, который в определенной степени может улучшить выживаемость. Выполнение циториодуктивных операций в сочетании с консервативным методом лечения при распространенных досмоидных опухолях показано только при симптомных ситуациях. И при некоторых формах саркоматоза возможно проведение хайпек. Спасибо большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Есть ли вопросы? Да, Георгий Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. У меня вопрос такой, скажем так, кардинальный. Считаете ли вы все выполненные операции при забышенных неорганных опухолей радикальные или циториодуктивные? Простите, я не понял. Задаю еще раз вопрос. Но по-другому. Значит, вот вы показали R0, R1, R2. Как мы можем определять эти два термина, если у нас в большинстве пространства нет футляра, нет фасции? Я понял, Георгий Владимирович. Спасибо за вопрос. Действительно, вопрос, так сказать, определения радикализма операции, он стоит достаточно актуально. И мы для себя определяем радикализм операции с помощью нескольких критериев. Во-первых, конечно, это, так сказать, впечатление хирурга, первое. Второе, мы всегда маркируем, ну, так сказать, сомнительные участки, края резекции, обозначаем их как края резекции. И потом с патологом мы тщательно изучаем материал, мы, так сказать, обозначаем те места, где нам показалось, что здесь был контакт с опухолью. Вот. Собственно говоря, оценка критериев радикализма осуществляется на основании интероперационных данных, на основании данных морфологического исследования. Вопрос оценки краев резекции при саркомах из большинного пространства, вопрос нерешенный до сих пор. Считаете ли Вы целостность капсулы, так называемые капсулы в опухоли, это R0? Ну, как мы знаем, что при забрюшенных опухолях вообще редко можно наблюдать действительно капсулу, но мы, конечно, стараемся всегда сохранить капсулу. Мы пишем, что это так называемая капсула. Да, да, мы всегда пытаемся сохранить, естественно, псевдокапсулу, и мы, как правило, удаляем опухоль с окружающими тканями. Спасибо. Спасибо за очень интересное сообщение. Впечатляют результаты и представленные слайды у меня практический вопрос. Мне очень импонирует Ваш подход к нефросохраняющим операциям, и впечатление, конечно, производит та степень тщательности, как выделена почечная ножка, но не кажется ли Вам, или если у Вас есть опыт, может Вы как-то можете прокомментировать, что в этой ситуации проще выполнить аутотрансплантацию почки и, собственно, в выделении это все выполнить экс-вива с большим радикализмом, большей уверенностью в удалении опухоли? Вы знаете, в некоторых ситуациях мы были готовы к аутотрансплантации почки, технически и философски мы к этому готовы, но у нас не было подходящего пациента. Нам удавалось, так сказать, у всех этих больных действительно выполнить радикальную операцию внутри пациента, грубо говоря, не на столике. И зачем подвергать дополнительному риску, пересаживая почку в воздушные сосуды? В общем, пока такого больного не было, но я не знаю, проще на столике или в больном, и кому как лучше. Наверное, больному лучше, когда почка у него на месте осталась. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Переходим к следующему докладу. Можно вопрос? Я не успел, извините. А скольким больным с липосаркомой вы протезировали сосуды? Я не понимаю, может быть, упустила. Спасибо большое. Я сейчас точную цифру не назову, но это порядка... Слайд. Да, там был слайд, но это порядка 30, наверное, пациентов где-то так. То есть протезированные сосуды? Да, да, делали. Мы делали протезирование сосудов при липосаркомах, когда опухоль окружала сосуд. Никогда подрастала. Чаще всего, если подрастает опухоль, ее можно отделить, как действительно предыдущий докладчик сказал. Это, как правило, не вызывает проблем. Когда опухоль муфтообразно охватывает сосуд, когда, грубо говоря, сосуд проходит через опухоль. В этих случаях мы протезировали. А почку вы сохраняете, и, как я понимаю, в этом случае у вас рецидивов не замечаете. Известны вам работы наших коллег, в частности немецких коллег, о том, что удаление почки никак, по большому счету, не ведет к почечной недостаточности, как у вас было в тезисах, а имеется большой опыт сравнительный больных с удалением почки и без удаления почки. Колоссальное количество пациентов, и они доказывают, что удаление почки, во-первых, никак не влияет, относительно, конечно, на судью пациента, но ведет к улучшенному радикализму. Это первый тезис. И второй для обсуждения вопрос. Если вы, скажем, сохраняете почку, отделяете от нее опухоль, тогда не очень понятно, зачем вы протезируете сосуды. В принципе, вы также могли бы с них снять адвентицию и уйти от опухоли. Такой вопрос для обсуждения. Спасибо. Спасибо большое.